добрый день начинаем наш семинар михаил дмитриевич ушел в сумрак а кто будет вести белов есть тишь ты на дмитрий сергеевич если можешь веди ты пожалуйста но я бы дождался белого все-таки да да нужно дождаться до михаил дмитриевич может звякните ему я сейчас дубной переписываюсь там срочно прислали а 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 доступен отмерим еще 3 минуты 40 секунд здравствуйте добрый вечер александр саныч возьмите на себя радость руководства поскольку а восьми на хорошо с радостью уважаемых коллеги предлагаю первым заслушать доклад пахлачева валентина сергеевича улучшены оценки погрешности экспоненциально сходящихся квадратов добрый день валька щите демонстрацию экрана и показывать презентацию да 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 видно да видно хорошо тема озвучена перехожу к второму слайду введение физикам часто требуется вычислять интегралы не берущиеся в элементарных функциях примерами являются прямое и обратное преобразование фурье а также и вычисление скорости реакции по известному сечению обычно для вычисления используют квадратурную формулу трапеции на равномерной сетке формула приведена на слайде ее погрешность составляет о большое от аж в квадрате и для получения хорошей точности приходится брать огромное n от 10 до 100 тысяч шагов однако в последние годы выяснилось что есть случай гораздо лучше когда сходимость не степенная а экспоненциальная об этих случаях я и хочу рассказать экспоненциальная сходимость классы экспоненциально сходящихся квадратур были обнаружены трефтоном и вайдемоном в 2014 году первый класс это интегралы от периодических функций по полному периоду приведем теорему описывающую этот случай пусть функция у от z аналитическая ограниченная и периодическая в полосе полуширины l тогда погрешность квадратурной формулы трапеции на равномерной сетке будет экспоненциально убывать с числа шагов есть аналогичные теоремы для других областей аналитичности что сделано в данной работе во первых улучшена константа в этой оценке во вторых экспериментально показано что оценка трефтона вайдемона неверно для случая полюсов старших порядков и в третьих построена евристическая оценка погрешности для случая q больше единицы то есть для случая полюсов старших порядков полюс первого порядка исследование оценки трефтона вайдемона проходила на тестовом интеграле с известным точным ответом он приведен на слайде слева построена зависимость погрешности от n в полу логарифмическом масштабе сплошной линией показана фактическая погрешность в данном масштабе она представляется прямой линией пунктиром показана оценка трефтона вайдемона видно что она также является прямой линией причем параллельной кривой фактической погрешности это говорит об асимпатической точности оценки трефтона вайдемона штриховой линией показана оценка трефтона вайдемона с новой константой видно что наш выбор константы улучшает оценку полюсы порядка q больше единицы расчеты проводились на тестовом интеграле который приведен на слайде они показали что оценка трефтона вайдемона неверно если q больше единицы то есть для случая полюсов старших порядков однако нам удалось предложить евристическую оценку погрешности она также приведена она также приведена на слайде слева построен график зависимости отношения евристической оценки к фактической точности от числа шагов сетки в полулогарифмическом масштабе видно что наша оценка превышает фактическую но не сильно от 4 до 10 раз и при этом является асимптотический точный интеграл по неограниченной области второй класс экспоненциально сходящихся квадратур это интеграл и по вещественной прямой от достаточно быстро убывающих функций трефтон и вайдемон сформулировали и доказали соответствующую теорему она приведена на слайде заметим что эта теорема также верна только для случая полюсов первого порядка а кроме того для ее практического применения интегрирования и суммирования необходимо обрезать на некоторых конечных пределах полюс первого порядка проиллюстрируем эту теорему на функции имеющие особенности типа полюсов первого порядка тестовый интеграл приведен на слайде он сводится к интегралу по всей прямой так как под интегральная функция четная приведем график погрешности в полулогарифмическом масштабе график прямая линия это соответствует теории при 50 интервалах достигается точность 10 минус 18 это говорит об очень быстрой сходимости полоса нулевой ширины нами был рассмотрен интеграл который не подпадает ни под одну из известных теорем он приведен на слайде чем он интересен во-первых точка x равно 0 является существенно особой точкой у под интегральной функции а во-вторых она является границей отрезка интегрирования таким образом мы получаем случай полосы полосы аналитичности нулевой ширины картина погрешности оказалась неожиданной во всех предыдущих случаях погрешность зависела от н монотонно и не менял знак здесь же погрешность зависит от н не монотонно и может изменять знак она представлена на нижнем графике для ее показа пришлось придумать специальный масштаб дельта с волной на верхнем графике представлена кривая сходимости в привычных полугарифмических координатах вид графика необычный клювообразный а клювом соответствует нули погрешности публикации по результатам данной работы опубликованы две статьи библиографические ссылки на них на на слайде на этом доклад закончен и спасибо за внимание спасибо уважаемые коллеги пожалуйста вопросы да у меня вопрос руку опущу скажите пожалуйста если я вас правильно понял вы привели теорему в которой ничего не говорилось про то что полис должен быть первого порядка или экспериментально выяснили что если полис не первого порядка это теорема не является верным а что там доказать исходных автор у исходных авторов все хорошо в том смысле что ограничена какая-то вот область например круг или кольцо и они смотрят интеграл по единичной окружности значит что говорится говорится следующее вот внутри круга или кольца функция у от z аналитично и еще приводится такая вот формула интеграл по единичной окружности у от z на d z деленное на и и z то есть этот интеграл он приходит из ты в кп это вот буквально интеграл к которому сводится интеграл от 0 до 2 пи от периодических функций то есть в самой теореме трафтона вайдем она сказано о том что явная особенность только одна полис первого порядка они об этом говорят вот прям в теореме что у них одна особенность это полис первого порядка в нуле а про особенности функции у от z умалчивается то есть говорится что она вот аналитично внутри а что внутри этого круга или кольца а что там за границы аналитичности мы не знаем вот мы к своему результату пришли экспериментально то есть просто посмотрели на другие функции у которых вне кольца например полюс второго порядка и пришли к выводу что он мажорантность нарушается вот поэтому сделан такой вот то есть авторы которых вы упоминаете они вообще случае пользоваться не первого порядка не рассматривали да у них явно выделена особенность вот только пульс первого порядка и только для этого случая оценка которая есть она доказана не компьютерным экспериментом аналитики она доказана строго но оценка это мажорантная никто не говоришь она достигает она они прямо доказательстве берут функции раскладывать в ряд лорана и начиная со степени минус один то есть не прямо доказательстве это непотребственно используется просто формулировки этого детства который вы приводит поэтому возникает такой вопрос естественно да мы дел увидите в том что приводим не совсем ту формулировку который я сейчас говорил я говорил о кольце и круги а мы привели для полосы там есть еще полоса и полу плоскость но ясно что замены переменных z равно е в степени и x можно свести к кругу или кольцу и появится особенность вот эта единица деленная на и z это вот от формы записи зависит но она действительно есть эта особенность в явной форме в той статье которую я изучал она приведена то есть там четыре разные теоремы но в общем на самом деле их две потому что замены переменных вот кольцо сводится к полосе а полу плоскость сводится кругу хорошо я понял у меня есть еще одна мысль услуг если позволит председательствующий пожалуйста число вот функции которые принадлежат обсуждаемому классу я бы описал так то есть у вас есть вещественная ось и вокруг него некая полоса в которой функция аналитична принадлежат как известно решение задач трех тел причем есть даже явные оценки для этого коридора полученные зумманом они страшные но они а нет ли мыслей как-нибудь распространить я понимаю что только чисто это фкп так вот не удастся и получить для задачи трех тел случае когда у вас есть коридор написать метод который бы имел экспоненциальную сходить михаевич такие мысли есть николай качка леткин с своим учеником семянам колганова ну отчасти экспериментально убедились в том что периодичность это даже несколько завышенные требования для экспоненциальной сходимости непосредственно достаточно чтобы нечетные производные на границах занулялись и в принципе не сложно построить замену переменных в интеграле которые такую вещь организуют это пока на уровне сырых разработок сырых идей у нас я имею ввиду даже не интеграл а прямо непосредственно дифференциальное уравнение вы интеграл это хорошо саму садил на большего саму собой мы работаем над этим хорошо спасибо я понял может быть я злоупотребляю может быть кто-то еще хочет пожалуйста уважаемые коллеги задавайте вопрос злоупотребление вопросами и ответами только приветствуется мы будем только рады конструктивной критики поэтому пожалуйста милости просим больше не видно александр можно наверное продолжать хорошо тогда переходим к следующему докладу следующий докладчик синтул максим александрович доклад называется многомерные кубаторы на последовательность их соболя да здравствуйте пожалуйста максим видно да видно добрый день тема моего доклада многомерные кубатуры на последовательность их соболя многомерные интегралы возникают во многих задачах физики например при расчете момента функции распределения задачах переноса фотонов нейтронов и других частиц многомерными интегралами оказываются интеграл рассеяния возникающие при расчете коэффициентов электропроводности и теплопроводности существуют и другие примеры математической постановки задачи рассмотрим интеграл по единичному примерному кубу в формула представлена на слайде как известно точность сеточных методов стремительно падает с увеличением размерности п для получения приемлемой точности приходится брать все больше и больше точек что делает расчеты непомерно туда емкими и очень затратными по времени в связи с этим при больших размерностях p больше 3 используется метод монте-карло он предполагает использование случайных чисел которые являются математической абстракцией на практике же используются последовательности лишь имитирующие случайные числа от выбора такой последовательности сильно зависит работоспособность метода однако для расчета многомерных кубатур важны оказывается не столько случайность сколько равномерность распределения точек поэтому наиболее эффективными оказываются последовательности соболя с так называемыми магическими числами точек n большое равно 2 в степени n маленькая n маленькая равно 0 1 и так далее эти точки строятся вполне не случайным образом однако их проекции на координатные оси дают равномерную сетку пример построения двухмерных точек представлен на слайде в данной работе были получены следующие результаты во-первых были предложены смещенные точки соболя эта модификация улучшающая равномерность распределения точек и повышающая точность кубатур во-вторых предложена многосеточная стратегия дающая пастериорную оценку точности начнем со смещения точек соболя исходные магические точки соболя расположены немного асимметрично в частности средняя арифметическая проекция всех точек на любую ось не равно 1 2 чтобы получить смещенные точки соболя прибавим ко всем координатам точек один делить на 2 n большое это улучшает равномерность распределения точек на слайде показаны смещенные точки светлым кружком и не смещенные черным кружком видно что смещенные точки расположены более равномерно это повышает точность кубатур переходим к многосеточному расчету тестовые расчеты показывают что фактическая погрешность убывает как о большой от n в минус первой степени выполним расчет с магическими n большой равно 2 в степени n маленькая n маленькая равно 10 11 и так далее в результате мы получим последовательные значения интеграла и n теперь аппроксимируем эту последовательность по методу не меньших квадратов формула поведена на слайде здесь а уточненное значение интеграла сигма а стандартное уклонение величина сигма а оказывается хорошей оценкой погрешности для а во многих физических приложениях под интегральная функция оказывается достаточно гладкой то есть имеет несколько непрерывных производных расчеты были проведены до следующего померного интеграла формула представлена на слайде здесь под интегральная функция является гладкой и равна произведению p одномерных функций на слайде также представлены относительные погрешности расчета этого интеграла разными способами с числом точек n равно 2 в 20 по вертикали отложен логарифт погрешности по горизонтали размерность п светлым треугольником обозначена фактическая погрешность для смещенных точек соболя светлым кружком стандарт сигма а для смещенных точек соболя черным квадратиком метод средних черным перевернутым треугольником вихрь мэрсона как видно при росте размерности при росте размерности п метод средних быстро становится неконкурентоспособным однако при малых размерностях он дает вполне неплохие результаты например при п равном 2 логарифт модуля погрешности равен минус 6 целых 7 десятых что касается вихря мэрсона то соответствующая величина логарифт модуля погрешности лежит в пределах от минус 4 до минус 2 и медленно возрастает с увеличением размерности п наилучший результат показывают смещенные точки соболя несмотря на быстрый рост погрешности с увеличением п она все еще мала по сравнению с другими методами лишь при п равном 13 тире 16 она становится близкой к классическим методам манте-карло стандарт сигма а практически совпадает с фактической погрешностью при п больше либо равном 6 а при п меньше 6 является мажоратной оценкой однако даже эта оценка существенно лучше чем погрешность метода манте-карло чтобы провести особо тщательную проверку был рассмотрен интеграл от негладкой функции в качестве тестового примера была выбрана функция верш трасса ее формула проведена на слайде здесь а произвольно нечетное число не равна единице б положительное число меньше единицы при определенных условиях функция верш трасса непрерывно но не имеет производной ни в одной точке такой тест исключительно сложен вид функции верш трасса на отрезке от 0 до 1 2 представлен на слайде теперь перейдем к расчету померного к расчету померного интеграла с функцией верш трасса формула представлено на слайде также на слайде представлены относительные погрешности расчета этого интеграла разными способами с числом точек n равно 2 в 20 здесь введены те же обозначения по осям отложены те же величины что и для примера 1 однако вместо формулы средних была использована формула трапеции видно что начиная с p равного 4 выше всех лежит кривая соответствующая методу трапеции однако при малых размерностях формула трапеции дает вполне непролохие результаты так при p равном 2 логарифм модуля погрешности равен минус 5,2 при больших размерностях наилучшую точность дает вихрь Мерсона однако установить мы это смогли только на задачи с известным точным ответом в прикладных задачах где точный ответ неизвестен для вихря Мерсона нет никаких средств подтвердить фактическую точность применить к вихре Мерсона нашу среднеквадратичную обработку не удалось величины сигма а оказывались то больше то меньше фактической погрешности в зависимости от размерности p причем эта разница могла быть существенной несмотря на то что при больших p вихрь Мерсона может давать более высокую точность у смещенных точек Соболя есть одно важное преимущество разумная оценка точности через стандартное уклонение сигма а при p меньшем 7 сигма а является мажорантной оценкой а при p большем либо равном 7 фактическая погрешность и стандарт достаточно близки таким образом даже в сложных задачах мы можем апостерерно оценить фактическую точность через сигма а увеличить число точек и повторить расчет это особенно важно для многомерных интегралов с неизвестным точным ответом на этом все спасибо за внимание если у вас остались какие то вопросы я постараюсь на них ответить пожалуйста вопрос уважаемые коллеги ну у меня конечно вопрос есть если позволите пожалуйста скажите пожалуйста вот так получилось мне тут пришлось познакомиться со статьей Демидова о большой школе научной основателем которой является коровов и у них сейчас довольно большая активность связанная с коматурными формулами многомерными в туле вы с этими работами знакомы вот буквально недавно была конференция волны где тоже отметили насчет метода корбова для расчета кратных интегралов но я пока еще не успел разобраться что там к чему миха михаил михаил утверждают что им удалось получить куба турные формулы которые дают единицы на n ну от единицы на n и они они знают как это делать михаил михаил мы про посмотрели старые работы корбова это статья в дании 50-х годов и более поздней книжки не 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 это совсем новые а новые работы это что-то там 2007 2008 год они гранд РФФИ по этому поводу имели если хотите я вам перешлю соответствующую статейку вы по ней можете найти литературу там довольно давняя история еще один такой очень глупый вопрос но тем не менее я его заглянувшись в статью Соболя хочу задать а последовательность Соболя вы чтобы реализовывать откуда брали во-первых во-первых в книге его которая 73 года численные методы Монте-Карло приведено как реализовывать то есть там номер точки раскладывается в двоичную систему счисления дальше там посредством побитого умножения перемножаются ну соответствующий разряд умножается на константы которые даны в таблицах направляющие числа и получаются точки еще есть от компании брода стандартная программа там есть коммерческая версия некоммерческая вот некоммерческая там по-моему максимум два в тридцать первый точек размерность по-моему до тридцать второй и так далее в коммерческой там еще больше но я в основном пользовался стандартной программы потому что она более оптимизированная она быстрее работает чем моя понял спасибо пожалуйста еще вопрос тематика довольно новая скажем для меня я думаю для нескольких других слушателей поэтому вопросы вероятно появятся попозже если бы можно было оставить эту презентацию и другие было бы здорово пока все спасибо хорошо тогда переходим к следующему докладчику Зверев Алексей Андреевич бекомпактные разностные схемы для одномерных квантово-механических задач пожалуйста здравствуйте здравствуйте меня слышно извините я с микрофоном до трюкера так перехожу сразу непосредственно тогда сколько тему озвучили все видно да отлично да давайте многие важные задачи приводят к одномерному уравнению Шрёдингера в потенциальной яме примерами являются расчеты уравнений состояния и спектров поглощения веществе традиционно используются трехточечные разностные схемы они пригодны для гладких потенциалов однако во многих реальных задачах возникают негладкие и даже разрывные потенциал в этом случае точность трехточечных схем резко ухудшается а сходимость становится медленной в данной работе была построена новая двухточечная бекомпактная разностная схема пригодная для негладких и разрывных потенциалов проведены тестовые расчеты задач с известными точными решениями и показаны преимущества бекомпактных схем также приведены прикладные расчеты задачи о потенциале 6.12 описывающим колебательный спектр двухатомных молекул и исследована точность оценок колебательного спектра полученных Николаем Николаевичем Калиткиным бекомпактными называются схемы использующие только два соседних узла и построенные с помощью законов сохранения пусть потенциал имеет конечное число разрывов или изломов а в остальных точках остается непрерывным вместе со второй производной для построения бекомпактной схемы введем так называемые специальные сетки у которых в каждой особенности расположен узел остальные узлы могут быть расположены произвольно одномерное уравнение шлёдингера может быть переписано в виде системы уравнений первого порядка величины волновая функция и поток вероятности непрерывны поэтому величинам psi и v припишем к узлам проинтегрируем систему по интервалу сетки от xk-1 до xk-t и исключим vk-1 vk-t таким образом получаем конечный вид разностной схемы приведён на слайд задача сведена к обобщенной алгебраической проблеме собственных значений здесь a и b трехдиагональные симметричные матрицы для её решения используем обобщенный метод обратных итераций с переменным сдвигом формулы этого метода приведены на слайде в качестве тестового примера была взята прямоугольная потенциальная яма конечной глубины в точках x равная плюс-минус a потенциал имеет разрыв точное решение этой задачи известно погрешность вычислялась двумя способами как разность численного и точного решений и апостериорно по методу сгущения сеток на слайде показан график погрешности по вертикали отложен десятичный логарифм относительной погрешности по горизонтали десятичный логарифм числа шагов сетки кружки соответствуют трехточечной схеме а треугольники бекомпактной светлые маркеры обозначают погрешность относительно точного решения а темные по сгущению сеток по графику видно что во-первых бекомпактная схема дает значительный выигрыш по точности сто и более раз она сходится со вторым порядком точности в то время как трехточечная с первым во-вторых оценки точности по методу сгущения сеток отлично согласуются с фактическими погрешностями поэтому их можно использовать для контроля точности в тех задачах где точное решение неизвестно в работе проведен прикладной расчет задачи о потенциале 6.12 описывающим колебательный спектр двухатомных молекул для этой задачи Николай Николаевич Калиткин получил приближенную квазиклассическую формулу для энергии мы использовали сеточный расчет на достаточно подробной сетке для проверки точности этой формулы погрешность сеточного расчета контролировалась по методу сгущения сеток в работе численно найдены первые пять колебательных уровней молекулы водорода результаты приведены на слайде в таблице видно что формула Калиткина имеет отличную точность менее одного процента таким образом в данной работе было получено следующее построена новая двухточная бекомпактная разностная схема пригодная для негладких разрывных потенциалов проведены тестовые расчеты задач с известными точными решениями показаны преимущества бекомпактных схем также проведены прикладные расчеты задачи и исследована точность оценок колебательного спектра полученных николайом николаевичем калиткиным на этом у меня все спасибо за внимание пожалуйста вопросы можно мне вопросы задать пожалуйста алексей во первых вопрос праздный но тем не менее потенциал 612 не не имеет особенностей с какой целью приведем этот пример но это такой праздный вопрос а вопрос более существенный если вы знаете точки а в особенности точно знаете в которых терпит разрыв потенциал вы строите сетку скажем так точную ну компьютерно точную если же у вас эти точки неизвестны может быть даже и приближенно неизвестны построить вот таким подходом как вы рассказываете вряд ли удастся вопрос можно ли организовать по вашему мнению такой адаптивный алгоритм который будет искать эти точки разрывов и подстраивать сетку под найденные с известной оцененной точностью вот эти самые особые точки спасибо ну касательно первого вопроса да у него у этого потенциала нету особенностей но мы его рассчитывали исключительно для проверки точности и да то есть вот собственно такой ответ на вопрос скорее просто проверяли точность этой формулы как как физическое приложение данной задачи то есть в действительных в действительных ситуациях я думаю что такое возможно но мы на этот счет еще как-то не не размышляли Винитон Атонович если позволите пару комментариев по обоим вопросам по первому вопросу вот эта работа делалась не на кафедре математики а на кафедре общей физики совместно скажем так с физиками и чтобы физики нас не съели чтобы ну не совсем не было впечатления это был социальный заказ я понимаю не совсем это была скорее маскировка ну потому что просто ребята пристраиваем на другую кафедру из-за ряда своих причин касательно второго вопроса то о чем вы говорите этим занимались достаточно много ВПМ и не только ВПМ в частности Семендеев строил схемы в которых автоматически ну что-то типа характеристического метода условно говоря если вот в квазилинейном уравнении переносы характеристики пересекаются значит там обязательно будет разрыв вот нечто подобное мы этим не занимались и пока даже не предполагали этим заниматься мы действительно исходим из того что положение особенностей известно причем точно в противном случае ничего такого у нас не получится спасибо пожалуйста еще один вопрос пожалуйста у меня вот такой вопрос значит наши коллеги из ОИА в Дубне ну вот ЖТ школы Веницкого несколько раз на нашем семинаре и на нашем диссовете представляли работы в которых рассчитывает спектр подобного рода задач значит разработанным разработанным ими программой в основе которой лежит метод конечных элементов причем у них конечные элементы очень высокого порядка это собственно одно из главных достижений ну по крайней мере там 20-е порядки поскольку я понимаю что достигать насчет сотого не знаю но 10-20 вполне и они тоже говорят что у них великолепная точность там даже не сотые и не тысячные проценты а помню даже меньше бывает а вы не пытались с ними сравнивать а не не заведомо проигрывающим методом а о том что нам сейчас вы рассказали ну сейчас насколько я понимаю нет мы с этим методом не сравнивались поэтому да то есть тут ну не могу что-то добавить с этим мы действительно не сравнили с Михаилом Дмитриевич и действительно стоило бы сделать спасибо за наводку я одного пришел ссылочку вам стоит на это глядеть да спасибо 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 пожалуйста еще вопросы если раз нет вопросов пока продолжаем хорошо следующий доклад Вергазов Артем Сергеевич контроль точности при численном решении при численном интегрировании жестких систем здравствуйте скажите когда экран появится появился видно сейчас артем сейчас не видно так отпал давайте тогда следующего а не появился сейчас одну секунду так я нажал искать слайды так 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 появилось изображение да значит до конца 1940-х годов задачи каши для ОДО успешно решались явными численными методами адамса рунге куты и так далее однако в конце 40-х годов появился ряд новых прикладных задач например генетика горения регетного топлива в которых масштабы временных процессов сильно различались и явные схемы требовали неприемлемо малого шага такие задачи получили название жестких и для их решения явные схемы на равномерных сетках неприменимы в мировой литературе приняты различные алгоритмы адаптивного выбора шага основанные либо на локальном сгущении сетки либо на вложенных схемах по ним написано большое количество стандартных программ которые хорошо работают на нежестких задачах однако проверка этих пакетов на тестах с известными точными решениями показывает что реальная точность расчетов лишь по порядку величины близка к запросу пользователя обычно она оказывается в несколько раз хуже или лучше поэтому в расчетах приклонных задач где ответ неизвестен пользователь не может быть вполне уверен в достижении заданной им точности и намного хуже ситуация для случая жестких задач Беловым и Калиткиным был предложен принципиально другой алгоритм автоматического выбора шага он состоит из двух этапов первый основан на использовании длины дуги и кривизны капа интегральной кривой в многомерном пространстве цель этого этапа построение сетки адаптированной под решение интуитивно понятно что чем больше кривизна капа тем меньше должен быть шаг теоретически удалось найти связь между H и капа по этой формуле на слайде если выбирать шаг по такой зависимости от кривизны то полученная сетка будет асимптотически оптимальной после того как адаптивная сетка построена начинается второй этап дальнейшее сгущение производится так чтобы последовательность удвоенных сеток была квазиравномерной и можно было применять метод ричардсона для оценки погрешности на выходе мы имеем не только хорошо посчитанное решение жесткой задачи но и оценку погрешности для апробации метода была построена тестовая задача обладающая двумя свойствами во первых у нее есть легко реализуемое точное решение как в аргументе длина дуги так и в аргументе время во вторых есть контролирующий параметр лямбда с помощью которого можно регулировать жесткость теста данная задача уникальна так как до сих пор не было построено тест с точным решением в длине дуги это позволило провести особенно тщательное тестирование для расчетов мы взяли три явные схемы рунгикуты rk1 rk2 и rk4 обычно надежность схем уменьшается с повышением их порядка точности причем на жестких задачах это сказывается особ знания поэтому такое тестирование различных схем интересно в результате было показано что с использованием данного алгоритма явные схемы рунги куто применимы даже к задаче очень высокой жесткости схема первого порядка имеет не высокую точность но высокую надежность даже при огромной жесткости и с повышением порядка точности надежность схемы ухудшалась. Была предложена также смешанная стратегия сгущения сеток. На первом этапе строилась адаптивная сетка по надежной схеме RK1, а на втором этапе использовалась более точная схема RK4. Для построения адаптивной сетки высокая точность не требуется, но требуется высокая надежность. Поэтому на первом этапе мы используем схему RK1. Когда сетка уже хорошо притерта к решению, мы переходим на высокоточную схему RK4. После этого продолжаем квазиравномерное сгущение до достижения заданной точности. Такой подход позволил повысить надежность расчета и одновременно получить высокую точность. Пример тестовой задачи. На левом рисунке показано точное решение при лямбда 10 в 3. Функция у положительной и монотонно возрастает на конечном отрезке. И неограниченно возрастает при приближении к T со звездой некоторым. Длина дуги при этом также неограниченно возрастает. На правом рисунке показаны погрешности расчета в этой задаче в зависимости от числа шагов в сетке. График дан в двойном логарифмическом масштабе, поэтому степенной сходимости соответствует прямая линия с наклоном в равном порядку точности. Использовалась смешанная стратегия сгущения. Соответственно, на графике видны две прямые линии. Верхняя прямая – это расчет первого этапа по схеме РК1. Ее наклон – минус единица. Нижняя линия – расчет второго этапа по схеме РК4. Ее наклон равен минус 4. Данная стратегия имеет два преимущества. Первое – небольшое уменьшение объема расчетов, так как первый этап выполняется по менее трудоемкой схеме РК1. Второе – увеличение надежности, так как начало расчетов выполняется по более надежной схеме. При этом даже в задаче высокой жесткости легко удается получать точность, сопоставимую с ошибками округления. Результаты опубликованы в двух припринтах. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Можно вопрос такой немножко праздный? Кто обнаружил этот полезный пример? Вот этот тестовый? Да, да. Этот пример обнаружили Белов и Калиткин. Спасибо. А еще точнее его построил Николай Николаевич Калиткин. Спасибо. Можно? У меня вредный вопрос. Вредный вопрос. Вот вы употребили два слова. Оптимальность и надежность. Не могли бы вы пояснить нам, что это значит? Какая схема называется оптимальная, а какая надежная? Ну, когда я говорил, что одна схема надежнее, чем другая, я имел в виду, что на тестовом расчете у нас схемы более высоких порядков срывались еще на первых шагах. Но чем больше был порядок точности, тем быстрее она срывалась. А схема первого порядка у нас даже для очень высокой жесткости не срывалась и выдавала какое-то решение. То есть выдавала какую-то сетку. Потом эту сетку мы могли сгущать, снова считать и так далее. Михаил Иванович, если позвольте, комментарий. Процедура ранжирования по надежности выглядела примерно следующим образом. Берем вот эту самую задачу и проводим расчеты, последовательно увеличивая параметр жесткости, то есть лямбда. Вот на каком лямбда схема сломается, то есть перестанет считать, это считаем ее пределом, потолком. Ну и самая живучая оказалась схема первого порядка. Она позволила досчитать до наибольших лямб. Ну а схема ERK4, соответственно, сломалась раньше. Поэтому мы говорим про более высокобережность. А оптимальность? Оптимальность, это не напомните, про какой слайд вы имеете в виду? Здесь? Это в самом начале вы говорили, что такая ваша схема будет... А, что выбор вот такого А является оптимальным. А, вот этот? Вы построите оптимальную схему. Вот это, А, говорят, да. Вот это вы употребили слово, что это будет оптимальная схема. Да, тут внизу есть ссылка на статью вторая, в которой было доказано, что при построении схемы по такой зависимости шага от кривизны сетка будет асимптотически оптимальной. То есть имеется соответствующая теорема. А что это значит, асимптотически оптимальная? Ну это значит, что она будет сгущаться именно в местах, где с большей кривизной. И при этом давать меньшую ошибку. Возвольте комментарии. Презентация построена замечательно. На все вопросы, автор говорит, по всем вопросам обращайтесь к Белову-Калиткину. Ну, хорошо. Я постараюсь задействовать вопросу Михаил Адмитовича. Вот в этой самой статье, которая здесь приведена под цифрой 2, Белов-Калиткин, Дефора 2019 год, была доказана теорема примерно следующего содержания. Возьмем схему Иллера, явную либо неявную. И будем вычислять в лоб ошибку этой схемы. Схема есть движение по касательной, то есть каждый шаг схемы – это касательная кривая. Найдем погрешность, которая возникает при каждом шаге. И оптимизируем эту погрешность, выбирая зависимость шага от кривизны. И при стремлении числа шагов к бесконечности, зависимость оптимальная в том смысле, что она минимизирует погрешность, как раз есть h пропорционально Капа в степени минус 2,5. То есть оптимальность понимается в том смысле, что для явной схемы Илера вот такая зависимость дает наименьшую возможную ошибку в смысле метрики Хаусдорфа. Хорошо, я ответ понял. Только думается мне, что то, что это сделано для схемы Илера, все-таки упомянуть надо было. Согласен, безусловно. Строго говоря, доказано это, конечно, для схемы Илера. Строго доказано. Скажем так, экспериментально проверялось, конечно, и для других схем. Ну и, в принципе, получалось вполне неплохо. С точки зрения формулировки я с вами полностью согласен. И позволю себе еще одно замечание. Меня, честно говоря, это смущает. Вот есть ваши задачки, у вас решение монотонная функция. Это довольно приятная ситуация. Довольно часто бывает такая ситуация, что вот считаешь, 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 потом вдруг что-то происходит непонятное с нашими схемами, мы срываем совершенно другую интегральную кривую. Вот всякие динамические задачи, они в этом плане очень богатые примеры. И если вы взяли какую-нибудь на первом шаге явную схему Рунгикута первого порядка, получили какое-то решение, оценили как-то кривизны по этой формуле, то это может не иметь никакого отношения к кривизнам точного решения. Вы пытались рассматривать какие-то примеры отличные от монотонной кривой, которая здесь у нас была показана? Не боитесь на такое нарваться? Ну да, я здесь показываю тест с монотонным решением, но мы также тестировали и на другой задаче, тоже жесткой, которая моделирует маятник в вязкой среде колебания маятника. Хорошо, я понял ответ, спасибо. Михаил Иванович, если позвольте, комментарий. Конечно, на конкретной сетке наша подсчитанная кривизна, которая считается, так сказать, в процессе по решению на паре предыдущих шагов, она, конечно, может быть очень далеко от настоящей кривизны. Но наше в некотором смысле спасение – это расчет о сгущающихся сетках. Если мы видим, что решение куда-то, к какому-то пределу стремится и кривизна, то онным пределом является как раз точное решение по соответствующим теоремам. Что касается задачи с немонотонными решениями, такие действительно рассматривались. И в частности рассматривался один довольно противный тест, который в чем-то оказался даже сложнее с целятором андерпола. В этой задаче стационарные решения, то есть корни вырожденного уравнения, с одной стороны были устойчивыми, то есть интегральные кривые к ним притягивались, а с другой стороны были неустойчивыми. И как только численное решение хоть на чуточку перепрыгивало за стационарное решение, за корень вырожденного уравнения, интегральная кривая сразу же улетала безнадежно далеко от того пути, по которому ей надо было бы двигаться дальше. Дальше расчет останавливался, сгущалась сетка, и может быть еще через несколько сгущений интегральная кривая проходила вот этот противный участок. То есть здесь наша страховка – это расчет на сгущающихся сетках. Я понял ответ. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Вопросов не видно. Наверное, стоит продолжать дальше. Тогда продолжаем. Следующий докладчик – ТОПОР Олег Игоревич. Наполнение базы данных по скоростям реакции для управления химическими и термоядерными реакторами. Пожалуйста, Олег. Я почти ничего не слышал. Да, Олег, вас очень плохо слышно. Очень плохо слышно, да? Давайте тогда погромче чуть-чуть попробую. Вот так лучше. Александр Александрович уже представил, тогда сразу же начнем. При разработке реакторов и энергетических установок часто встречаются задачи управления. Например, в лазерном... Прошу прощения, я так и не слышу. Громкость можно все-таки увеличить? Нет. Так, лучше слышно? Да, с трудом, но слышно. О, прошу прощения еще раз. Так. 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 Тогда постараюсь еще громче тогда говорить. При разработке реакторов и энергетических установок часто встречаются задачи управления. Например, в лазерном и тяжело-ионном управляемом синтезе, в газовых мишенях при помощи амплитудно-модулированного импульса создается последовательность сходящихся сферических ударных волн, где амплитуда следующей волны превышает амплитуду предыдущей. Сжатие мишени будет оптимальным, если волны догоняют друг друга в центре мишени. Этого стараются добиться, подбирая параметры импульса. Другой пример задачи управления – это оптимизация работы химических реакторов. Подбирая оптимальные режимы температуры и давления, добиваются максимальной наработки конечных продуктов, сложных многоступенчатых реакций, минимизируют наработку вредных выбросов и ряд других задач. Перечисленные задачи являются обратными. Их решение сводится к многократному решению прямой задачи. То есть, моделированию процессов в реакторе. Для этого используют программы магнитно-радиационной газодинамики. При этом учитывают газодинамические течения, теплопроводность, неравновесные излучения, детонацию и кинетику реакции и ряд других процессов. Пятерные и химические реакции – это сложные квантово-механические процессы. Для них еще не найдено достаточно точных моделей, поэтому наиболее достоверные данные по скоростям таких реакций можно получить с помощью обработки результатов прямых экспериментальных измерений. К сожалению, погрешности экспериментальных измерений часто, зачастую велики, могут достигать сотен процентов. Помимо этого, данные, полученные в различных лабораториях, зачастую плохо согласуются друг с другом. Поэтому для обработки нужны специальные математические подходы. В данной работе с использованием новейших математических методов построены базы данных по, во-первых, термоядерным реакциям, наиболее важным для проведения термоядерного синтеза, а во-вторых, химических реакций, описывающих пиролиз, иными словами, термическое разложение этана. В проектах управляемого термоядерного синтеза чаще всего рассматривают чистые доэтериевые мишени и традиционно учитывают четыре важнейших реакции, представленных на слайде. Это два канала реакции слияния ядер доэтерия протонный и нейтронный, реакции слияния ядер доэтерия и трития, и реакции слияния ядер доэтерия и гелий-3. В данной работе показано, что в условиях установок управляемого термоядерного синтеза целесообразно учитывать три дополнительные реакции. Они представлены на слайде. Это реакции слияния ядер доэтерия, ядра доэтерии и протона, ядра тритии и протона. Препосредственно в экспериментах измеряют сечение реакции сигма в зависимости от энергии сталкивающихся частиц в системе центра масс. В качестве координат мы выбираем зависимость логарифма S-фактора от логарифма энергии, где S-факторы получаются из сечения делением на множитель гамма, то есть на квазиклассическую проницаемость кулоновского барьера. Известно, что S-фактор выходит на константу при энергии, стремящейся к нулю. Эту информацию мы используем в качестве априорной. К нами были взяты все доступные экспериментальные данные по сечениям реакций. Затем зависимость логарифма S-фактора от логарифма энергии аппроксимировалась специфическим переопределенным рядом фурье, так называемый метод двойного периода. Это позволяет достаточно надежно экстраполировать S-фактор в область малых энергий, лежащих левее границы экспериментального диапазона. Для уменьшения нефизичных осцилляций аппроксимирующей кривой вводился стабилизатор Тихонова со штрафом за большие значения второй производной. Также в данном методе разработана процедура статистически достоверной оценки точности полученной кривой. Эта процедура была названа методом виртуального эксперимента. Умножением полученной зависимости S-факторов от энергии обратно на множество Льгамова находится аппроксимация сечения Сигму в зависимости от энергии. Скорости реакции вычисляются сверткой полученной аппроксимации с Максловским распределением скоростей. Для реакции слияния ядер Трития на слайде приведено в общей сложности 130 экспериментальных точек. Виден большой разброс этих экспериментальных точек. Результат нашей обработки описанных экспериментальных данных также приведен на слайде. Наша обработка по описанной ранее методике дала гладкую аппроксимацию. Виртуальный эксперимент показал, что ширина ее коридора достоверности составляет от 2 до 4,5% в зависимости от энергии. Соответствующие значения скорости реакции К в зависимости от температуры Т, рассчитанные для Максловского распределения скоростей, также приведены на слайде. Их точность составляет от 1 до 4,5% в зависимости от температуры. Для реакции слияния ядра Тритии протона и ядра Дейтерии протона результаты аналогичны. Перейдем к реакциям химическим. В химической промышленности большое значение имеет пиролиз углеводородов. Простейший процесс – это процесс пиролизоэтана. И в этом направлении Нурисламова и ее коллеги в 2014 году опубликовали работу, в которой показали, что в широком диапазоне условий этот процесс описывается системой 15 реакций, представленных на слайде. Данная система, с одной стороны, максимально проста, то есть включает минимальное возможное число стадий. С другой стороны, адекватно описывает сам процесс. В отличие от ядерных реакций, непосредственно в экспериментах по химическим реакциям измеряется не сечение, а скорость К в зависимости от температуры Т. Известен закон Арениуса, описывающий зависимость скорости реакции от температуры. Его мы используем в качестве априорной информации. В качестве координат рассматриваем зависимость логарифма скорости от единицы, деленная на температуру. В этих координатах зависимость переходит в прямую линию. Поэтому используем метод аппроксимации полиномами, ортогонализованными на заданном множестве экспериментальных точек и к житве, с весами обратно пропорциональными квадрату ошибки житой экспериментальной точки. Два первых полинома вы можете видеть на слайде. Коэффициенты аппроксимации определяем методом наименьших квадратов. По погрешностям экспериментальных точек нетрудно найти доверительные интервалы коэффициентов аппроксимации. Эта формула также приведена на слайде. Наконец, находим доверительный интервал самой аппроксимирующей кривой. Формула приведена в самом низу слайда. Таким образом, используемый метод позволяет получать статистически достоверную оценку доверительного интервала. В этом главное преимущество использованного метода. На данном слайде представлен результат обработки реакции методом на две молекулы метила. Здесь точки – это экспериментальные данные. Легко увидеть несогласованность данных разных лабораторий между собой. Сплошная линия – это линия аппроксимации, а пунктирная – это границы ее доверительного коридора, которые соответствуют двум стандартным углонениям. Перейдем к заключению. В данной работе, во-первых, показано, что при расчетах мишеней у управляемого термоядерного синтеза, помимо четырех традиционных реакций, целесообразно учитывают реакции ТТ, ТП и ДП. Для их сечения и скоростей построена аппроксимация с точностью от 1,5% до 4%. Во-вторых, для системы 15 реакций, описывающих перроли с этаном построены аппроксимации скоростей с точностью от 1 до 25%. Оценки доверительных контролев всех аппроксимаций надежно определены по правилам статистики. Полученные результаты включены в базу данных ТЭФИС, разрабатываемого в Институте прикладной математики имени Келда Шаран. Спасибо большое за внимание. А, чуть не забыл. По результатам данной работы опубликованы следующие статьи. Помимо этого, были выступления на всероссийских и международных конференциях. Вот теперь точно спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Пожалуйста, вопросы. Можно? У меня есть стандартный вопрос. Ну, наверное, если его не задать, будет как-то неуютно. Вот если у вас есть известный закон, закон Аренинс, в который входят, собственно говоря, два параметра, что мешает использовать метод наименьших квадратов стандартный для их определения? Конец вопроса. Да, да, спасибо за вопрос. Безусловно, можно это использовать. И на самом деле экспериментаторы данным законом, безусловно, и пользуются, когда свои данные ими самими намерены аппроксимируют. Это безусловно так, но когда мы рассматриваем совместную обработку экспериментальных данных, присутствует несогласованность, большие ошибки. Помимо этого, тут стоит еще указать, что использование как раз-таки ортогональных полиномов для аппроксимации, ортогонализованных полиномов, мы приходим к тому, что у нас коэффициенты не коррелированы между собой, и, соответственно, это тоже позволяет более точно оценить саму кривую. А все-таки, если применить стандартный метод наименьших квадратов, вот к такому жуткому разбросу данных, там что, получаются огромные коридоры? Ну, если честно, наименьших квадратов к подобного рода данным с большим разбросом лично я не применял, но я думаю, что там будут достаточно большие широкие коридоры. Михаил Владимирович, если позвольте, комментарий. Дело не столько в коридоре, сколько в том, что когда вы применяете не ортогонализованный базис, вот обычно, константы плюс линейные функции, коэффициенты становятся коррелированными. Естественно, когда вы получили ответ, вы нашли оценку доверительного интервала коэффициентов, и необходимо коэффициент округлить в пределах доверительного интервала. А иначе зачем держать 10 знаков, когда из них верных, например, только 2? Вот беда в том, что когда у вас коррелированные коэффициенты, вот просто взять и округлить нельзя. Это сильно сказывается на точности того, что выйдет после округления. Если использовать ортогонализованный базис, как вот в этой работе, то такой проблемы нет. При некоррелированных коэффициентах можно округлять их независимо. Если позволите, у меня тогда еще есть один вопрос, раз уж о коэффициентах заговорили. Я так понимаю, что вы для аппроксимации зависимости в итоге получаете некий полином, взяв логарифм, чтобы избавиться от экспонента, а нелинейную зависимость, как вам предписывает закон Орегинс. То есть вы в некотором смысле от него отходите? Нет, мы от него не отходим. Ну, по сути, от самого закона Орегинса мы отходим. Но мы используем его в качестве априорной информации. То есть вот как раз-таки он нам позволяет получить эту самую прямую. Да, да. Ну, с этой точки зрения, да. Видите ли, мы используем закон... Средников это бы испугало. Михаил Иванович, дело в том, что мы используем закон Орегинс именно, чтобы выбрать вот эти вот координаты. Особенно удобные. То есть мы получаем прямую, а ее аппроксимировать значительно все-таки легче? На самом деле даже в экспериментальных работах используются непосредственно именно эти координаты. Ну, так в итоге у вас прямая пропорциональность получается или прямая пропорциональность плюс дополнительные чрезвы? Получается прямая пропорциональность плюс, ну, как сказать, ну да, с дополнительным членом. То есть не просто через ноль проходящих. Михаил Иванович, дело вот в чем. Закон Орегинс это линейная функция, которая имеет и константу, и линейный член. Отдельно мы проверяли, ну вот не для этой системы реакции, а для водорода воздушного горения, достоверность наличия последующих членов квадратичного и более высоких. Ну, квадратичные смотрели, и логарифмические. И оказалось, что в пределах имеющихся данных, то есть с их погрешностями, квадратичный член, то есть парабола вот в этих самых координатах, он недостоверен. Коэффициент при нем мал, а погрешность коэффициента сопоставима с величиной самого коэффициента. И, соответственно, вывод, что закон Орегинс справедливый, и надо пользоваться, по сути, им. Что мы и делаем. Хорошо, хорошо. А откуда тогда много коэффициентов соберется? Я вот никак это, как-то это я упускаю. Которое вы хотите округлять. Так два коэффициента. Если у вас их два. Ну, даже если уже два округлять, проблема вылезает. Наверное, стоило бы просто взять... Простите. Говорить про ортогональные многочлены, когда у вас все доходит до степени один, ну, мне кажется, несколько громко. Нет? Знаете, наверное, стоило бы взять, применить в лоб для неортоканализованных и показать, к чему это приводит. Хорошее измельчение. Спасибо, мой дочке. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Вопросов не видно, Александр. Тогда наша программа на сегодня исчерпалась. Большое спасибо за ценные замечания. Спасибо и докладчикам, и их руководителю. Работы интересные. Обсуждения еще более интересные. Действительно интересные. Спасибо. Мне понравилось. Если других замечаний нету, то тогда до свидания. Спасибо всем. Действительно было интересное. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.